Дворец Дворец зимнего спорта «Айсберг» примет во время 22-х зимних Олимпийских игр соревнования по двум видам спорта – фигурному катанию на коньках и шорт-треку. Дворец не случайно назван «Айсберг», он и вправду похож на величественную глыбу льда, белую искрящуюся от снега. Соревнования по фигурному катанию впервые прошли в рамках летних Олимпийских игр. Это было в 1908 году, когда зимних Олимпийских игр еще попросту не было. Среди первых в мире Олимпийских чемпионов по фигурному катанию на коньках был наш соотечественник Николай Панин-Коломенкин. У спортсмена нашлись достойные последователи. Русская школа фигурного катания считается одной из сильнейших в мире. Ни одни зимние игры не обходятся без участия российских фигуристов в финальной части состязаний. С 1964 по 2006 год наши спортсмены завоевывали золото в парном катании на каждых Олимпийских зимних играх. Шорт-трек очень похож на скоростной бег на коньках. Основным отличием является то, что спортсмены соревнуются на ледовой дорожке длиной 111 метров 12 сантиметров, а не 400 метров, как в скоростном беге на коньках. В одном забеге могут участвовать от 4 до 6 спортсменов, поэтому и техника, и тактика шорт-трека отличаются от классического скоростного бега на коньках. Медали разыгрываются на индивидуальных дистанциях у женщин и мужчин – 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, а также в эстафетах – 3000 метров женщины, 5000 метров мужчины. У России пока только одна олимпийская медаль по шорт-треку – бронза в женской эстафете в 1992 году. Но все еще впереди наша сборная серьезно готовится к играм в Сочи. Весь мир будет следить за яркими выступлениями фигуристов и состязаниями в шорт-треке. Пожелаем успеха сборной России, которая обязательно завоюет не одну медаль в стенах дворца «Айсберг». Редактор субтитров А.Семкин